Я приветствую всех жителей Самары и Самарской области. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В прямом эфире на телеканале Самара ГИС вы смотрите программу Город С. Я Елена Чернявская. С проблемой необоснованного увеличения коммунальных платежей сегодня может встретиться практически каждый россиянин, тем более что разобраться в распечатанных квитанциях, многочисленных цифрах, ну не так уж просто, согласитесь. Вот как поступить, если были неправильно начислены коммунальные платежи и нарушен их порядок? Кому обращаться за восстановлением своих прав в случае вашего несогласия? Можно ли наказать виновных лиц и получить компенсацию за излишне уплаченные суммы? Разбираемся сегодня в коммунальных нюансах вместе с нашим постоянным экспертом в студии Виктор Иванович Чисовских, руководитель регионального центра, общественного центра ЖКХ «Контроль». Виктор Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну и конечно же традиционно. Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Уважаемый телезритель, дозванивайтесь, пожалуйста, к нам в студию, задавайте свои вопросы, тем более что тема у нас сегодня очень актуальна, Виктор Иванович. Вот буквально 450 домов в Самаре получили квитанции за установку приборов учета тепла. Во-первых, обрисуйте ситуацию, с чем эти приборы учета были установлены, как вообще это понимать, тем более что люди получили в январе месяце по две квитанции? Да, действительно. Есть закон, 261-й федеральный закон, называется он «Об энергосбережение». Он был принят в 2009 году, и там было определено, что собственники, а это значит жители, они отвечают за установку и индивидуальных приборов учета, и за установку общедомовых приборов учета. И в соответствии с этим законом мы, как собственники, должны были принять решение, во-первых, установить у себя в квартирах приборы учета и принять решение на общем собрании о том, что нам необходимо поставить общедомовой прибор учета тепловой энергии, холодной воды, горячей воды, электроэнергии, если не было прибора учета. То есть все это должно было решаться на общем собрании. Вы говорите было. Время прошедшее когда? В каких годах? Это было с 2009 года. Да. И по 2012 год нам дали срок. Вот вам три года, уважаемые, думайте, принимайте решение, устанавливайте. Так. Значит, ну, время прошло. Но на дворе 2021. Никто ничего делать не стал. Собственники, естественно, это лишние расходы. Все прекрасно понимают, что поставить прибор учета, это значит какие-то деньги дополнительно заплатить. Конечно. Тем более на дом. Ну, конечно, да. В законе такие были требования, что дальше эта обязанность по установке переходит к управляющим организациям ТСЖ, ЖСК. Если они не справятся в определенный срок, да, то после этого обязанность наступает, переходит, вернее, к ресурсам, снабжающим организациям. И вот этот срок, начиная с 2020 года, пришел, когда ресурсоснабжающие организации имеют право прийти к нам в подвал и установить общедомовой прибор учета и сказать, это стоит столько-то, с каждой квартиры вот столько. Будьте добры, в течение пяти лет рассчитайтесь с нами за установленный прибор учета. Ни согласования, ни решения общих собраний, все это прошло. Вот это как раз ситуация и сложилась у нас в Самаре. В Самаре. Да. Дело в том, что была региональная программа по энергосбережению, и область предусматривала достаточно большие средства, более миллиарда рублей, на установку общедомовых приборов учета. В свое время Тольятти, Новокуберск, другие города этими воспользовались, а Самара как-то прошла мимо этого, и получается, что в Самаре очень много домов, которые не имеют приборов учета. Обязательно продолжим, Виктор Иванович. Виктор Иванович, у нас есть звонок от телезрителей, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно задать такой вопрос. Вот если человек длительное время не проживает в квартире, но и зарегистрирован временно по другому адресу, нужно платить за вывоз мусора? Спасибо большое, Виктор Иванович. Да, да. Вывоз твердых коммунальных отходов – это коммунальная услуга. И в случае отсутствия человека более пяти суток перерасчет должен проводиться. Но при условии, если начисление производится на человека. Это касается сельской местности. В городах у нас происходит начисление по квадратным метрам. Поэтому присутствует человек, отсутствует человек, перерасчета делаться не будет. То есть он должен платить? Должен платить, да. В прошлом году я дал предложение по внесению изменений в 354-е постановление правительства Российской Федерации о том, чтобы можно было сделать перерасчет в случае отсутствия человека при начислении платы с квадратного метра. Пока до сих пор решение не принято. Сейчас идет обсуждение. Надеюсь, может быть, в 2021 году все-таки такое решение будет принято. И только тогда перерасчет можно будет делать. Спасибо большое. И мы продолжаем общение в прямом эфире. Я напоминаю, телефоны 202-11-22. Дозванивайтесь, пожалуйста. Следующий звонок у нас на линии есть. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, вас беспокойтесь. Жилкин-Незвозильный, Железнодорожный район. Слушаем. У меня в городе есть отопление 13 градусов. Никто не может мне помочь. Так, Лидия Васильевна, ну вы назовите ваш адрес, предмет. По Пизанской, 162-12, Железнодорожный район. Я обращаюсь к Казарову. Мне пришли ответы. 12. Нет, не помогли. Сегодня, спасибо, в управляющие компании пришли, сказали, разлили руками, не знаю, ничего делать. Я живу в 9-этажном доме на втором этаже. У меня отопление 13 градусов, в квартире 10 градусов, в квартире 10 градусов, в квартире 10 градусов, в квартире 10 градусов. Спасибо большое, мы вас услышали, Виктор Иванович. Спасибо. Температура допустимая 18 градусов. Если 18 градусов есть, значит все нормально. 13 прозвучало. Здесь 13, да, я понимаю, здесь 13. Это неправильно, это нарушение. Значит, первое, что должны были сделать, это звонок в арендиспетчерскую службу управляющей компании. Адрес такой-то, квартира такая-то, фамилия такая-такая-такая-то. У меня отсутствует отопление, температура 13 градусов. Будьте добры, дайте номер заявки, которую вы приняли. Я почему говорю, обязательно вот это вот иметь в виду. Управляющая компания должна прийти, слесаря, мастера или кто-то, прийти, произвести замер температуры в этой квартире, в большой комнате, посреди комнаты на высоте 1 метра, специальным градусникам, произвести замер. Если температура 13 градусов, составляется акт о том, что температура не соответствует. На основании этого акта потребитель, житель пишет заявление о перерасчете. И до тех пор, пока температура не станет 18 градусов, вот за этот период, за эти дни, ей должны пересчитать всю плату за тепловую энергию. Виктор Иванович, прозвучало от жительницы, что она обращалась, не реагирует управляющая компания. Давайте я завтра посмотрю, партизанская 116, квартира 13, так я правильно записал. Ну, по-моему, да, если мы правильно услышали. Ну, так ведь замеры одно, перерасчеты одно, а ведь жить-то холодно. Согласен с вами. Поэтому для того, чтобы, если управляющая компания не реагирует на это, у вас есть что, возможность. Первое. Обратиться в муниципальный жилищный контроль. Он находится в администрации районов. Если... Соответственно, здесь железнодорожный, да? Да, железнодорожный район, да. Это рядом. Придите туда, они выйдут, замерят температуру, выпишут предписание, управляющую компанию заставят провести отладку системы. Скорее всего, это где-то завоздушенность идет. То есть стояк завоздушен, и тепло не поступает. Скорее всего. Спасибо большое. Если нет муниципального контроля, ГЖИ, но это долго, и они не всегда могут выйти, потому что у них очень много объектов. Ну, я думаю, что Виктор Иванович непременно ответил на ваш вопрос, и я думаю, что вы справитесь с этим. Я посмотрю управляющие компании, свяжусь завтра с директором, попробуем порешать. Спасибо большое. У нас есть еще один звонок. Слушаем вас. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Виктор Иванович. Да. Я, значит, от собственников советского района, от собственников советского района города Самары, Гагарина, 165-18. Мы относимся к управляющей компании... Алло. Да, слушаем, слушаем. Мы относимся к управляющей компании Содружества. Это ассоциация Самарского регионального содружества ТСЖ. Город Самара, улица Яношевского, дом 3А, Литерес, офис... Я знаю, да. Знаю, можете не перечислять. Экономите время. Вопрос. Никогда не видели ни управляющего компании, ни главного инженера. В офис не пускают. Записаться невозможно на прием. Мастера участка нет. По телефону отвечают грубо. Обращались... То есть вы недовольны работой управляющей компании, правильно? А? Вы недовольны работой управляющей компании. Да ужас какой. Мы даже не знаем, кто там находится. Хорошо. Вопрос ваш в чем? В том, что в конце концов, можно ли в эту управляющую компанию когда-нибудь прийти? Охранник стоит в груди, не поговорить. На прием не пускают. Спасибо большое. Кто там директор? Спасибо. Мы поняли, Виктор Иванович. Значит, первое что... Совет. Да, первое что. Как вы можете дать. Если управляющая компания... Понятно, сейчас вот эти условия сложные, да, они хотят просто повести прием. Действительно, это нельзя сейчас сделать. Но, по крайней мере, какие-то по телефону консультации, какие-то ответы по телефону могут давать. Плюс письменные ответы тоже могут давать. Первое, что офис должен находиться управляющей компанией в шаговой доступности. Первое. Это не более трех километров от вашего дома. Это первое. Второе. Значит, должны быть организованы часы приема директором. Обязательно. Сто процентов. Значит, если эта управляющая компания так ведет себя с вами, да, не хочет с вами разговаривать и вообще выходить на связь, да, то, наверное, есть смысл подумать, может быть, сменить ее. Но если здесь идет история о том, что это какие-то, может быть, кратковременные вещи, связанные с обменей и самодоляцией. Если это систематически, то, конечно, да. Если это в системе, да, идет, и управляющая компания не выходит на связь, не хочет контактировать, то, ну, зачем такая компания? Но если еще не выполняет свои прямые обязанности. Но это нарушение лицензионных требований. Поэтому вы можете обратиться в Государственную жилищную инспекцию с жалобой. Но единственное что, не пишите, что управляющая компания плохо работает. У ГЖИ проверять это не будет, да. Первое. Приема нет, грубо ведут себя и так далее, и тому подобное. То есть конкретные факты нарушений. Спасибо большое. 202.11.22. Дозванивайтесь к нам, уважаемый телезритель. Ну, а мы продолжаем разговор. Виктор Иванович, мы с вами остановились вот как раз на установке приборов учета теплообщедомовых. Да. Вы сказали, что это все установка законная. Вы сказали о том, что некая сумма, это, скажите, подлежит разглашению, речь идет о десятках, о сотнях. То есть к чему людям-то готовится? В зависимости от того, какой прибор установлен, сколько этих приборов установлено в доме. Потому что есть дом, на который имеет один ввод. Горячей воды, допустим, теплоносителя. Ставится один прибор. Вот звонили буквально на днях. Дом, три подъезда и три ввода. То есть надо три прибора ставить. Естественно, каждый по 300 тысяч уже 900 тысяч. Поэтому здесь сейчас как раз мы разбираемся. Есть поручение губернатора, есть поручение председателя правительства по этой ситуации. И министерство сейчас энергетики ЖКХ занимается этим вопросом. Мы как ЖКХ контроль вышли с письмом на министра, обрисовали эту ситуацию, дали адреса, дали стоимость этих приборов. У нас сейчас один вопрос. Почему такая сумма выставляется жителям? Почему большая? Потому что там от 3 тысяч до 15 тысяч. Их оплатить можно либо сразу. То есть 10-15 это на каждую квартиру? От 3 тысяч до 15 тысяч. В зависимости от того, какая стоимость этого прибора с установкой и сколько этих приборов. Виктор Иванович, продолжим. Давайте. Ответим на вопросы. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Какая у вас проблема? Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, в 2016 году по адресу Свобода 79 фонд капитального ремонта производил замену всех внутренних магистралей. В результате этой замены смета была составлена на 12 миллионов, списали 18 миллионов. Вместо стальных труб поставили пластиковые, по нашим расчетам, где-то на 6-8 миллионов. Значит, поставили ящики, теплопункты по замеру тепла общедомовому. Прибору учета. Ничего ящиков в дело не пошло. Значит, только пустые ящики. Мы пытались узнать, есть ли они в смете, нет ли их в смете. Пытались как-то разобраться в этой ситуации. Значит, нам куча отписок. Фонд ФКР написал, что мы являемся третьей стороной, нам никакие документы не представляются, кроме общего акта. Вопрос, пожалуйста. У нас время очень ограничено, вы извините. Вопрос ваш. Значит, вопрос, как нам разобраться? Нам должны были поставить приборы учета, у нас их уже 4 года нет. Спасибо большое, Виктор Иванович. Давайте так, я попробую разобраться, но одно скажу, что за все то, что происходит по капитальному ремонту, отвечает Фонд Капитального Ремонта. Не третья сторона они, а не первая сторона. Они проводят конкурс, они отбирают подрядную организацию, они заключают с ней договор, и они требуют все. Поэтому давайте я готов разобраться с этой системой, но по сумме, по сумме есть предельные стоимости работ по капитальному ремонту. По инженерию, допустим, 2 тысячи с квадратного метра общей площади дома. Дом 5 тысяч квадратных метров. 5 тысяч умножаем на 2 тысячи, получается 10 миллионов. Больше Фонд Капитального Ремонта не даст. То есть то, что там запланировано, деньги, больше Фонд не мог дать. Смета есть. Смета должна была быть доведена до уполномоченного лица, которого собственники избрали на контроль, введение контроля за этим капитальным ремонтом. Я могу посмотреть, я не знаю, куда только сообщить, если перезвонит, номер оставит, я готов буду созвониться и ответить. Хорошо, Виктор Иванович, так вот жителям-то что делать? В данной ситуации, если есть председатель Совета Дома, председатель Совета Дома должен написать письмо в Фонд Капитального Ремонта. Я председатель Совета Дома такого-то прошу предоставить смету или что там, что хотите узнать. То-то, то-то, то-то по нашему дому. То есть официальный ответ должен быть обязательно получен? Да. Здесь единственное, что копию протокола об избрании меня председателям Совета Дома прилагаю. Потому что не какой-то человек, просто собственник, написал, дайте мне информацию по дому. А председатель Совета Дома – это уже лицо. Хорошо. Спасибо большое. Продолжая ранее заявленную тему, Виктор Иванович, все-таки почему жители должны оплачивать стоимость установки этих счетчиков? В соответствии с законом. В соответствии с законом. Понятно, что не хочется платить лишние деньги, ни у кого их нету. Поэтому, но закон есть закон, он требует этого. Три способа оплаты существуют. Первый. Вот ту сумму, которую нам написали в квитанции, 3, 5, 7, 10 тысяч, да, мы можем оплатить разово. Если есть такая возможность. Да, я пришел, оплатил и забыл это все. Второй вариант. Если я не оплатил эту сумму разово, то Т-плюс или ПТС, они мне будут присылать квитанции из расчета 1,6 от этой суммы. То есть рассрочка на 5 лет дается. Но здесь я буду переплачивать. Почему? Потому что идет, значит, накрутка будет идти до процентов. Это ставка рефинансирования. Написано в законе, не больше ставки рефинансирования. Она сегодня, эта ставка, 4,25 процента. Это второй вариант. И, наконец, третий вариант. Я говорю, я за 5 лет не хочу переплачивать 20 с лишним процентов, да, я готов буду оплатить это все за год. Плюс там 4 процента, ничего страшного. Это меня устраивает. И тогда я обращаюсь в Т-плюс и говорю, дайте мне расчет, исходя из платежа в год. И мне они должны будут давать данные по месячно, исходя из этого года. Виктор Иванович, хорошо, эти приборы устанавливаются, и потом людям выставляются счета, либо все происходит наоборот? Должны установиться, и после этого выставляться счета. Вот сейчас как раз мы пытаемся разобраться. У нас есть уже ряд звонков от тех жителей, которые говорят, у нас приборы не поставили, а квитанции нам уже пришли. Вот мы будем разбираться. Это по две те квитанции, которые пришли в январе. Да, да, да. Но опять же, поставили прибор или нет, надо разбираться. Почему? Потому что если прибор не установлен... Управляющая компания должна быть в курсе, конечно, да? Конечно, управляющая компания должна быть в курсе, она знает, есть там прибор или нет. Потому что после того, как прибор поставят, его необходимо поставить на коммерческий учет. То есть уже собственники могут оплачивать по показаниям общедомовых приборов учета. Я скажу, вот здесь вот говорят, спрашивают порой, а зачем нам эти приборы учета? Вот совершенно верно, опередили вообще мой вопрос. Что он дает этот прибор? И, конечно, как он влияет на показания для жителей, в первую очередь, экономит ли, плюс, минус, Виктор Иванович? Значит, сам прибор никакой экономии не дает. Он фиксирует факт, сколько дом получил. Значит, если вместе с этим прибором учета установлена автоматическая система регулирования, то, чего сейчас не ставят, насколько я знаю, да, а вот тогда, если с этой системой, то тогда он дает реальную экономию. Это точно. Продолжим. Мы, Виктор Иванович, ответим на вопрос. Здравствуйте, мы вас очень внимательно слушаем. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел спросить насчет этих счетчиков. Приборов. Когда приборы ставили у нас новые счетчики на электричество, нам же это сделали бесплатно. Да. То есть это нужно электросетям. Да. Так же, когда мне надо, чтобы поставить, я на свой счет в квартире ставлю, а это нужно им, вот они пусть бесплатно и ставят. Почему электрические можно поставить бесплатно? А эти нельзя. Вот вы, к счастью или к сожалению, не одиноки в этом вопросе, поэтому вот сегодня в нашем эфире мы разбираемся. Виктор Иванович ссылается на закон. Почему это нужно платить? Значит, вот смотрите, есть этот закон, да, но вот относительно электрических счетчиков. Да, приняли новый закон, в соответствии с которым вот этих электриков наших, энергоснабжающих организаций обязали с 1 июля 2020 года отвечать за все общедомовые и индивидуальные приборы учета. Поэтому они сейчас должны ставить общедомовые приборы учета бесплатно, индивидуальные приборы учета. Вот сломался у меня прибор учета или закончился межповерочный срок? Поверка за счет этой организации. Сломался замена за счет этой организации. Там будут в дальнейшем, до 2023 года, будут ставить умные счетчики. То есть те счетчики, которые сами будут передавать все данные, да, показания. Это очень хорошо, с одной стороны. Почему? Потому что сегодня очень много происходит вот по содержанию общего имущества. Идет часть электроэнергии, там, холодной воды, горячей, да. А вот эта разница слишком большая порой. Бывает из-за чего? Не все одновременно снимают показания прибора учета. Показания прибора учета, допустим, мы в квартирах снимаем сегодня, а общедомовой сняли через два дня. И там, естественно, крутилось больше, да. И у нас получается, что мы должны платить это. Поэтому, но в умных приборах есть и обратная сторона. Если человек не оплачивает, то через этот счетчик можно сделать так, что будет ограничение поступления электроэнергии в вашу квартиру. Это все понятно, Виктор Иванович. Но вы не уходите от вопросов телезрителей. Я надеюсь, я сказал, вот по электрическим счетчикам такая проблема решена. Сейчас рассматривается вопрос и по счетчикам тепловой энергии, холодной и горячей воды. Какие сроки, Виктор Иванович? Все-таки людям платить, не платить, настраиваться-то на что? Нет, в любом случае людям все равно придется платить. Придется в любом случае. Потому что закон обратной силы не имеет. Понимаете? Но если будет такое решение принято, поправки в законодательство будут приняты, то все те, у кого не поставлены счетчики, тогда уже ресурсонабжающая организация обязана будет ставить за свой счет. Хорошо, спасибо. Принимаем следующий звонок. Добрый вечер. Мы вас очень внимательно слушаем. Алло. Здравствуйте. Алло. Вы меня слышите? Вас прекрасно слышим. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Когда установят общедомовые счетчики, окажется разница между поступившим количеством и оплаченным жильцами. Естественно, вот эту разницу захотят вас требовать с жильцом. Но это разница за счет того, что кто-то не платит по разным причинам. Кто-то выехал, кто-то денег у кого-то нет. И получается, уже было так же по электроэнергии. А то есть, когда поставили общедомовые, то тем, кто платят, ввели коэффициент, и они еще дополнительно оплачивали за других людей. Которые не платили. Нет, давайте так. То есть, получается, что мы оплатим и домовые, и общедомовые счетчики, и еще блюдо оплатим за соседних, которые не платят. Нас это очень не устраивает. Во-первых. А во-вторых, действительно, общедомовые должны быть намного дешевле, и хотя бы частично должны оплачиваться ресурсов на жильцах. Спасибо вам за ваше мнение большое. Виктор Иванович. Спасибо, я полностью согласен с тем, кто звонил. Единственное, что я хотел бы объяснить. Вот про коэффициент. Несколько неправильное понятие у человека о том, что общедомовой прибор учета. Вообще, давайте посмотрим, что это такое. Стоит общедомовой прибор учета, да, и стоят индивидуальные по каждой квартире. Так вот, общедомовой показывает, сколько вошло в дом. Холодной воды, горячей воды, тепла, электричество, неважно. Коммунального ресурса, да. По квартирам у нас свои расчеты, да. Если мы сложим все показатели индивидуальных счетчиков наших квартирных, да, и посмотрим объем по общедомовому, они никогда не будут биться. Они всегда будут отличаться. Почему? А потому что общедомовой показывает все, что вошло в дом. Но в квартире мы получили, это электроэнергия, допустим, электроэнергия, да. Но электричество, идя по проводам, по проводам, нагревает провода, и идут потери. Дальше. Работает освещение в подъезде. Работают лифты, двигатели работают, да. Там антенна, усилитель. Там домофон. Там еще какие-то механизмы. Это есть коммунальный ресурс на содержание общего имущества. И мы с вами все должны платить не только за свою квартиру, но и за коммунальный ресурс на содержание общего имущества. Поэтому вы не платите за кого-то, да, кто не заплатил. Почему? Потому что за каждую коммунальную услугу все ресурсоснабжающие организации или управляющие компании обязаны всем выставлять счет. Живет он, не живет, неважно. Пользуется он, не пользуется, ему должны выставлять. Не передал он показания, ему три месяца начисляют по среднему за год, а потом по нормативу. Но ему обязательно начислять должны. Поэтому вы платите за обслуживание вот этого общего имущества. В том числе и за то, как вы совершенно верно сказали, что вы ездите на лифте с работы и домой. У нас есть еще один звонок. Я боюсь, что, наверное, он будет крайний. Но мы вас слушаем, приветствуем. Говорите здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лена. Я бы хотела задать такой вопрос. А вот те счетчики, которые установили в щедомовом и на тепло уже давно, лет 5-6 назад, нам в язваре тоже придет квиток об их оплате? Или это же не действует, этот закон? Нет. Спасибо вам большое. Нет, я надеюсь, никаких квитанций вам за 5 лет предыдущих не придет. Почему? Потому что он был установлен, значит, он был оплачен, введен в эксплуатацию, и он уже ваш в состав общего имущества ходит. Вот Елена сказала 5 лет назад. Если 2-3 года не выставлялось до этого никаких счетов, то и... На через 20-го года Т-плюс начала исполнять свои обязанности по установке общедомовых приборов учета. Точка. Виктор Иванович, все-таки подводя итог нашему разговору, резюмируем давайте вот эту тему, что важно знать и самое главное понимать сейчас жителям, у которых вот 450, я сказала, домов поставили в Самаре, кому еще предстоит это, что нужно сейчас делать? Значит, смотрите, сейчас, еще раз говорю, мы разбираемся с этой ситуацией. У нас один вопрос к Т-плюс. Почему разная стоимость приборов учета по разным домам? Это первое. Второе. Можно ли снизить ставку рефинансирования, которую они будут выставлять, до меньше? Потому что там в законе написано, не более, значит, меньше можно. То есть разговор будет об этом. Третье положение. Можно ли оплатить вот эти приборы учета за счет средств текущего ремонта, которые есть в каждом доме? Да. Но для этого, я понимаю, нужно общее собрание принять, решение, что мы готовы, допустим, 300 тысяч. Вы имеете в виду в управляющей компании, которая есть общие деньги на доме? Решение общего собрания, мы принимаем решение, 300 тысяч у нас есть там, да, 200 тысяч мы готовы оплатить в счет этого счетчика. И, естественно, нас нагрузка будет меньше. Это одно. Следующий момент. Мы хотим говорить сейчас степ плюс по поводу того, что почему нельзя заключить энергосервисный договор на 5 лет. Что это такое? То есть мы нам поставили счетчик, но нам, управляющая, ресурсоснабжающая организация продолжает начислять по нормативу. По показаниям счетчика, которые они установили, они берут разницу. Как правило, счетчик показывает меньше, чем норматив. Вот эта разница пойдет в счет оплаты вот этого счетчика. За 5 лет, как правило, это все окупается. Люди, ни копейки не заплатив дополнительно, получают счетчик себе в общее имущество. То есть вот эти вопросы мы будем поднимать. Ну, я думаю, что в ближайшем времени мы с вами встретимся, Виктор Иванович, я спрошу у вас обязательно, что удалось достичь, потому что, ну, тема, конечно, очень-очень актуальная. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова